День защитника Отечества официально в Молдове не отмечается, но для мужчин, отдавших свой воинский долг Родине, 23 февраля – особенная дата. По такому случаю в Басарабяске был организован праздничный банкет, на который были приглашены около ста ветеранов. Мы с вами здесь почти 99% присутствует, знаем, как отмечали этот праздник, потому что мы все с вами когда-то служили. Поздравили собравшихся с Днем мужчин и представители местных органов власти. Хочу вас поздравить всех с праздником, пожелать вам крепкого здоровья, вам, вашим семьям, детям, поблагодарить вас за то, что вы делали и делаете, и учите нас молодое поколение. Все те, кто отстаивали интересы когда-то такой большой страны, как Советский Союз. Я желаю вам всем крепкого здоровья, любви и терпения. И дай Бог, что ваше здоровье никогда вас не подводило. День защитника Отечества – хороший повод для того, чтобы служившие в армии могли вспомнить свое прошлое. 23 февраля в 2018 году была образована Красная Армия. Все мухчины того государства, Советского Союза, проходили службу в рядах вооруженных сил, в различных рядах войск. Я, например, был танкистом, летчики, моряки. И, в принципе, служба в армии – это считалось как школа мужества, которая готовила людей, закаливала в них характер, силу воли. Я отдал Родине 26 лет. Не один день, а 26 лет. Вот как праздник, у меня аж на душе спокойно, весело как-то. Коллективы встречаемся. Для меня 23 февраля – особенный день. Я отдал Родине свой воинский долг. После того, как дали присягу, мы должны были служить Родине честно и мужественно. Эти медали я получил в Организации Союза офицеров за службу в Министерстве юстиции. В подарок ветеранам была подготовлена небольшая концертная программа. В фронтовой сомбар, в улицах дорог, был прокурен и убит тоскою. И сказав солдат, что лежат без ног, мы с тобой, сестра, еще станцуем. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за свободу и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисону звучать сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова